Русская Завтра Игорь Юрьевич, председатель Центра Союза Системы потребок операций РСФСР И временно исполняющий председателя Центрального республиканского банка РСФСР Игорь Юрьевич Еловацкий Вот так вот, да, ну давайте спрашивайте нас, раз поймали, вот и хотите, чтобы мы вот так рассказали вам что-то, что вас интересует В рамках национально-освободительного движения, наше предложение Я слышал, что сегодня тема будет касающаясь суверенитета и у вас на столе лежат очень интересные билеты Хотелось бы немножечко о них поговорить, расскажите, что это такое Что это такое? Ну, я думаю, что, я так понимаю, что это нот, да, с нотом мы знакомы уже давно И нот говорил, что мы печатаем для Новороссии какие-то знаки Вот, да, я как бы один из начинаателей нот движения, участвующий в этом движении Помогал в разработке и печати вот этих вот замечательных вещей Вот, в изготовлении Вот, мы долгое время искали правовую базу для освобождения нашего российского Да, опять же, российского Тут у нас очень такие затыки с терминами Вот, потому что назвать русский рубль русским рублем И давать ему освобождение и волю достаточно тяжело Так как он и не наш И, я думаю, Валерий Семенович скажет по поводу нашего рубля более подробно, что это такое А я потом наполню, что вот это такое И чем будет оно обеспечено, замещено и каким образом Ну, если касательно рубля, то достаточно открыть законы Российской Федерации Начиная от Конституции, где оговорен рубль, но оговорен рубль Российской Федерации Законом о Центральном банке оговорен рубль Российской Федерации И законом о коммерческих банках оговорен тоже рубль Российской Федерации Но если вы посмотрите на рубль Российской Федерации, там нет ни одного признака Российской Федерации, ни герба, там герб вредного правительства, нет ни слова Российская Федерация, есть слово Россия, которое вводит всех в заблуждение, но это слово является частью названия Банка России. У которого полное название Центральный Банк Российской Федерации. Таким образом, ни одного признака Российской Федерации на данной купюре нет. Отсюда получается, что рубли Российской Федерации без признаков Российской Федерации являются обычным фальшивомонетничеством. А все участники оборота этих купюр являются подельниками по обороту фальшивых монет. То есть государственная измена? Да, государственная измена. Я уже не говорю о том, что все это выходит за рубеж и так далее. Второй признак, который здесь присутствует на этой купюре. Все думают, когда вы берете купюру, вот тут написано 100 рублей, и все считают, что это 100 рублей. А если вы обратитесь к законам, которые я уже упомянул, нигде не сказано, а чему равен рубль. В законе о Центральном Банке сказано, что рубль равен 100 копейкам. Вопрос, чему равна 1 копейка? Этого ответа нет. Если копейка ничему не равна, значит она равна 0. 100 копеек умноженные на 0 порождает, что рубль равен 0. 100 рублей здесь умноженные на 0 рублей дает опять 0. То есть, какое бы количество купюр, с какими бы коэффициентами, которые здесь написаны, не было, будь то пачка, будь то блок, будь то палета, будь то поддон, будь то машина, сумма того, что вы будете видеть, всегда равна 0. Отсюда следует, что если вы получаете зарплату вот этими купюрами, значит ваша зарплата равна 0. Если вы идете в магазин, и магазин соглашается принимать эти купюры, значит их товар равен 0. Вот и все основное касательно рубля. Я уже не говорю об остальном. Теперь, если вы посмотрите на эту бумагу, то увидите, что на ней не так уж и много чего-либо написано. Но самое главное, здесь написано билет. А что такое у нас билет? Если вы посмотрите в словарик французского языка, то добавив одну букву L, вы увидите, что это билет. Что с французского переводится как вексель. То есть, это вексель. Долговая расписка. Долговая расписка банка как какого-то банка России. То есть, любого банка России. То есть, документ, дающий право от срочки платежа. Понимаете, что такое от срочка платежа. То есть, если у вас есть, скажем, телефон, и вы даете за него какую-то бумагу, то вам должны дать такой же телефон обратно, а не много-много бумаг или много-много цифр с большим количеством нолей в компьютере. Поэтому, когда кто-то говорит, что надо вот с долларом что-то делать, я предлагаю прочитать. Вот здесь мелко-мелко-мелко написано. Если вы потом покажете, покрупнее, я зачитаю. Здесь чисто по-русски написано. This note is legal tender for all debts, public and private. Абсолютно написано по-русски, все же поняли, да? Это означает, это долговая расписка для законных аукционов, для всех долгов, публичных и частных. Кто-нибудь читал это? Поэтому наверху написано Federal Reserve North. То есть союзная, федерал, это союз, да? Союзная резервная долговая бумага. Долговое обязательство. Но смотрите, как много здесь всего написано на этой долговой бумаге. Она почти отвечает 5 признакам векселя. Единственное, здесь нету, кому это будет выплачено. То есть предъявителю. Так называемый. Поэтому предлагаю читать то, что у вас в руках. А чувствуйте, как говорится, разницу. Вот этот вексель и вот этот вексель. А что этот мелкий шрифт значит? Этот шрифт значит, что вы можете дать хоть пол доллара за один доллар. Хоть 50 копеек. То есть в форме аукциона. Провести аукцион и сказать мы за эти зеленые бумажки даем половину цены. А можем по лицу дать. Чтобы вы нам не предлагали. Как и происходит сейчас во всех африканских и азиатских странах. Поэтому, если мы делаем такие же и говорим, что они у нас по качеству бумаги ничем в принципе не отличаются, не так уж и сильно отличаются, то стоимость их равна или может быть больше. То есть берем один к одному. Только у нас ценность страны гораздо больше. Поэтому таких нужно 4 за одну такую. Мы же можем все. Мы можем дать аукционную цену этой бумаге. Такую же. Или больше, чем эта. Какие еще у вас вопросы? Что это такое? Ну да, для кого предназначены эти деньги? Будут ли они в обороте? Для начала они были предназначены для такого образования, как Новороссия. Которое создавалось силами людей, которые на это дело поднялись, взяли в руки оружие. И начали участвовать в этом коммерческом предприятии как боевые участия или боистые столкновения. После того, как там попытались отбить права, сформировалась группа, которая предлагала ввести свои деньги. В том числе об этом говорили многие и здесь советники в правительстве. Такие, как советники Глазьева, которые рисовали сценарные планы о том, что необходимо введение своей валюты. Ну, ввиду там некоторых махинаций на стороне правительства, той части, на которую это должно было вводиться, это немножко отсрочилось. Поэтому правовое поле немножко отошло. Ну, у нас появилось как раз, это может быть это отсрочкой была для того, чтобы у нас появилось более основательное правовое поле, как Российская Федерация. Но Российская Федерация не в смысле наша, которая сейчас все думает, что это Российская Федерация. Российская Федерация как РСФСР. Поэтому Центральный Республиканский Банк РСФСР был выпущен указ о создании и восстановлении финансовой системы РСФСР, которая в данный момент разрушена. Поэтому мы предлагаем всем участникам НОД написать на знак собакодержава.тодей, вы потом можете дать титрами, тех, кто хочет заняться в развитии финансовой системы, открыть филиал в своем городе, в своей деревне, в своей области, где угодно. Мы их проведем через систему регистрации, выдадим энное количество знаков для распространения и введения новой денежной системы. А в соответствии с этим мы за очень короткий момент времени дадим возможность в регионах материального благополучия и социального обеспечения граждан СССР, РСФСР. И никаких ни военных действий, никаких ни локальных действий по ликвидации каволика мы не планируем, потому что никто на сегодняшний момент не запрещает, так же, как пользуются одновременно рублем, евро, долларом, иеной и так далее. Поэтому наша система единиц расчета, она для кооперативов, внутри системы кооперативов, а в дальнейшем это будет государственная единица расчета. В соответствии с этим мы делаем открытое обращение к финансовым структурам, тем банкам и банкирам, которые на сегодняшний момент не уверены в реализации той экономической системы, которая существует. Как председатель Центрального банка, Игорь Юрьевич Иловацкий, готов им выдать лицензии для реализации их возможностей в рамках действующего правового поля РСФСР. Мы предлагаем тем потребительским обществам, которые остались в регионах, тем инициаторам, предпринимателям, которые готовы взять на себя восстановление системы потребительских операций, стать учредителями Центра Союза. Для этого нам достаточно в 45 регионах, чтобы были представители Респотребсоюза, для создания Центра Потребсоюза. И предложение от всех желающих получить какую-то должность в составе министерств, ведомств, департаментов, соответственно, представляя свои пожелания, что они хотят, как они видят программу развития нашей великой державы, и свои резумы. Так вот, я еще хотел показать рубль, который у нас был в 1898 году. Вот такой рубль. Если вы присмотритесь к нему, герб был, но здесь было написано больше всего, здесь было написано государственный кредитный билет 1 рубль. Государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую монету без ограничения суммы 1 рубль равен 1,5 империала, содержит 17,424 долей чистого золота. Управляющий кассир. Такие-то. То есть никто тогда не скрывал правды. Все писали кредитный билет. Это было в 1898 году. После этого была реформа не раз. А расчетные знаки, почему мы назвали расчетные знаки? Если вы посмотрите с 1917 по 1929 год, расчетные знаки РСФСР были в ходу. И только в 1930 году появились деньги. Так что это расчетные знаки, это не деньги. Мы их просто по привычке называем деньгами, потому что они просто похожи. Они содержат перрицательную стоимость, там 10, 1, 5 и так далее. Поэтому нам кажется, что это деньги. На самом деле это расчетные знаки. Мы хотим всех призвать, у кого не хватает наличных, обратиться к нам для того, чтобы мы могли обеспечить наличностью те регионы, те области, города, где нехватка этой наличности. Любой предприниматель, который хочет начать свое дело, он может за одну десятую часть обеспечения товаром или гарантией предоставления услуг нашим пайщикам в обществе, он может у нас получить займ на 3 года без процентов. Вернуть этот займ можно очень легко и просто, обслуживая наших пайщиков, возвращая наши же денежные единицы расчета. Или предоставляя нам товары, услуги, лицензии, проекты, ноу-хау, свою рабочую силу, интеллектуальную собственность и так далее. Для того, чтобы получить возможность общаться с этими расчетными знаками, использовать их в обороте, достаточно зарегистрироваться на нашем ресурсе благосфера. Вот такой вопрос. В какой валюте ведется расчет? В расчетных знаках. Это не валюта, это расчетный знак. Мы для чего назвали это расчетным знаком? Чтобы у нас была возможность рассчитываться товарами. То есть, если спички стоят одну копейку, они будут у нас стоить всегда одну копейку. Если у нас стоит колбаса два знака, 20 копейка, она всегда будет. Неважно, в какой валюте вы будете это мерить. Просто этот товар стоит столько-то единиц. Вы измеряете на единицы, вы рассчитываете по знакам. Просто это расчет на единицы. Ни деньга, ни валюта. Тут конвертация только выступает труд человека. За один труд я готов заплатить там 100 знаков, а за другой труд я готов заплатить 5 знаков. Речь не о конвертации, что вы хотите как можно больше собрать знаков для того, чтобы обменять их на вот такие знаки или вот такие знаки и сбежать отсюда подальше. Чтобы употребить те деньги или те знаки на той территории, где они ходят. Они также освобождены от такого зла, как получение взяток и принятие каких-либо законодательных инициатив и актов, которые подрывают благонадежность народа, благонадежность державы, ответственность людей, сидящих у рубля в управлении. Это будет просто централизованный выпуск этих расчетных знаков. Они достаточно защищены для бумаги класса Б, то есть они немногим уступают в защите рубля. Здесь 7 видимых знаков, вот даже используется такой ноу-хау, наверное, не будет видно, если поводить. Такая оптиграмма, которую достаточно сложно расшифровать. Еще сложнее поддел. То есть ее мало того, что надо будет расшифровать, как будет видно, не знаю. Если приложить, ну, тут видны циферки такие, если побегать. Видно что-то? Нет, через камеру нет. Через камеру нет. Ну, потом, подумаешь. Нет, можно просто поближе к камере поставить и перед ней... Смотри. Просто дай человеку сам, чтобы он их сделал. Сейчас я настрою. Вот так видно, через камеру. Какие номера? 630-853. А, вот это-то? Видно? Сейчас, секунду. Чуть-чуть наклонись. Да-да-да, к нам чуть-чуть. Так, вот. О, да. 630-853. Все два номера, один от один должно быть. Видно? Угу. То есть, убираю. Угу. Ничего не видно. Перекладываю. Класс. То есть, вот что здесь за этим кроется. Соответственно, данными расчетными знаками мы, в первую очередь, готовы выплачивать социальные пособия, пенсии по безработице. С момента рождения каждый гражданин РСССР, он будет получать от нас своеобразный капитал. И этот капитал, к своему совершеннолетию, он может использовать как по его износу в системе потребокоперации для создания своего собственного отдела, строительства своего родового имения или инвестирования в какой-либо проект, который, с его точки зрения, будет ему интересен. Правильно я вас понял, эти знаки можно, ну и эти капиталы можно использовать только внутри потребительского общества? Только внутри потребительского общества, раз, в начале, только внутри Российской Федерации, два. Самое главное, самое главное, что их нельзя вывести за пределы нашей страны, нанеся убыток. Потому что это все принадлежит нам, это все принадлежит народу. И в Конституции Российской Федерации, в статье 3.2, конкретно об этом сказано. Единственный источник власти в Российской Федерации и ее многонациональный народ. И поэтому хочется преследить некоторых высказывающих представителей национально-освободительного движения о том, что они присваивают властные полномочия каким-то там министрам, главам регионов и так далее. Это всего лишь избранные должности или, по сути, наши служки. В том числе и президент Российской Федерации, это всего лишь слуга народа, но никак не власть. Власть только народ. Он этого и не отрицает. Он это подтвердил. Поэтому и когда говорят, насколько легитимны ваши действия, настолько же, насколько мы избрали для себя президента Российской Федерации, но мы единственные защитники Конституции. Потому что мы власть. Могу напомнить, мы с вами жили в Советском Союзе. Советский Союз делился на республики. У каждой республики есть своя конституция. Как вы помните, в Советском Союзе это конституция 1977 года. Конституция Российской Федерации, РСФСР была в 1978 году. И никто ее не отменял. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно открыть Конституцию Российской Федерации, часть вторую, и там написано, что она отменила Конституцию Российской Федерации 1978 года. Такой Конституции в природе никогда не было. Дело в том, что в 1978 году не было Российской Федерации, а была РСФСР. Поэтому неправильное название документа ведет к неправильным его толкованиям и применениям. Поэтому вот здесь такой нюанс. Дальше. Если вы помните, скажем так, вы можете голосовать паспортом одного государства за Конституцию другого государства? Нет. Не можете. Тогда на каком основании за Конституцию Российской Федерации голосовали паспортами Советского Союза? Такой интересный вопрос. Ну, ничего больше. Стоит задуматься. Ничего личного. Дальше. Все прекрасно знают, многие выезжали за границу, и все помнят, какие процедуры они проходили. Ну, кроме того, что нужно получить разрешение на выезд на заграницу в виде заграничного паспорта. Раз. Нужно получить разрешение государства, куда вы собрались ехать. Что оно вам разрешает туда въехать. Два. Нужно собрать, купить билет туда, куда нужно. Это не является большой сложностью. Для этого почти ничего не нужно. Только оплатить билет. И предъявить паспорт. Ну, сейчас уже да. Раньше даже этого не требовалось. Но. Дальше у вас наступает таможня. И таможня вы должны предъявить, что вы никому не должны на территории этого государства при выезде из него. Дальше. Вы должны заполнить таможенную декларацию, что вы вывозите из этого государства. Если вы не нарушили правила вывоза из этого государства ничего, то таможня вам ставит штамп. Дальше вы проходите границу. И пограничник вам тоже ставит штамп. А дальше по цепочке начинается все то же самое, только в обратном порядке. Когда вы пересекли границу, сначала пограничники, потом таможенники и потом уже местные власти. Таким образом, в ваших документах, как минимум, должно быть при выезде из одного государства в другое, две таможенных печати, две печати пограничников. Если вы въезжаете опять назад, то такое же количество еще дополнений. Поэтому, если вы сможете предъявить такие печати, как минимум, то это хорошо. Значит, можно сказать, что вы выехали правильно из этого государства. Но, если вы хотите не просто выехать, а поменять гражданство, то в этом случае вступает в силу закон о гражданстве. Закон о гражданстве нам говорит Советского Союза, что он, во-первых, не подразумевает двойного гражданства. То есть, вы не можете стать гражданином другого государства, будучи гражданином Советского Союза. Второе, то, что смена гражданства осуществляется путем подачи заявления в Верховный Совет СССР, либо аналогичный орган Союзной Республики. Они рассматривают этот вопрос, там проверяются, имеете ли вы отношение к гостайне, не являетесь ли хранителем чего-либо, не являетесь ли опять должником и так далее. И если считают, что вы ничем этим не обладаете, то вам дают разрешение. Но в том случае, если вы туда обращались. Мы, как правительство Советского Союза, возрожденного Советского Союза, проверили специально с 1985 года по 1991, по 26 декабря, гражданство было официально изменено только у 28 человек. При этом два сменили добровольно, по собственному заявлению, 26 были лишены такого высокого звания, как гражданин Советского Союза, за то, что они убежали из страны. С госсекретами, там и так далее, и совсем прочее. Поэтому ни у кого нету фактически права на законодательной основе говорить о том, что он не гражданин Советского Союза. Даже те, которые родились после его. Да, даже те, которые родились. Дело в том, что здесь связано с тем, что гражданство нам дается по гражданству родителей и месту рождения. Если гражданство родителей Советский Союз, что они гражданин СССР, то значит и ребенок тоже гражданин СССР. Территория Российской Федерации никогда не передавалась никем, ни Советским Союзом, ни РСФСР. Поэтому такой территории вообще нет. Конституция Российской Федерации 1993 года, которая есть, она, во-первых, не касается коренного населения данной страны вообще. По той причине, что она в преамбуле ориентирована напрямую только к многонациональному народу. Дело в том, что слово «нация» подразумевает язык, культура, исторические события и так далее. Если у вас многонациональное, значит у вас многоязыковость, многокультурность и многособытийность. А это значит с миру понятки голома рубаха. К такому отношению относятся у нас только иудеи, которые бывают всех национальностей каких угодно, но только не коренное население, которое имеет одну нацию и один народ. У нас много народов, но одна нация. Как вы помните, еще Владимир Иванович Даль говорил, что в этой стране живет один великорусский народ. Потому что все чудские народы русеют, и не русеют только два народа, названные Далем. Это татары и евреи. Смотрите, слава Иванович Далем. А если вы заглянете в Библию, то в Библии сказано, что Бог сотворил человека, сотворил их, мужчину и женщину. Дальше сказано, что в мире был всего один язык, один народ, одно наречие. Все понимали друг друга. Пришел Господь, всех перемешал, стал много языков, много народов, не понимающих друг друга. Вот он, первый разжигатель на розни, который подпадает под статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. И каждый, кто настаивает на том, что на этой земле есть много народов, есть как раз разжигатель этой розни. Ну, тут надо, наверное, сказать по поводу СССР, почему он законный. Да, если говорить о части СССР, то мы отвечаем, что Советский Союз был создан всего-навсего 60 людьми, что видно по количеству подписей на учредительном договоре Советского Союза. Никто никого не спрашивал, создано это было принудительно для того, чтобы спаси Российскую империю. Дело в том, что Российская империя в основном договоре, который называют еще Конституцией, от 1906 года, там сказано, что Российская империя едина и неделима. Советский Союз это попытка после развала органов власти Российской империи сконсолидировать всю территорию, весь народ опять в единую систему. Как вы помните, территория под Российской империей у нас находилась, по-моему, 21 миллион квадратных километров. В Советском Союзе их было уже, по-моему, 24-28 миллиона. То есть была территория даже увеличена по отношению к Российской империи. Но давайте мы вспомним, что никто никогда из-за наших предков не менял своего гражданства Российской империи, не менял своего подданства, не своих вольностей. Всем просто выдали паспорта Советского Союза, до паспорта Советского Союза, паспорта Российской, скажем так, субъектов, которые были в тот период после Российской империи и до Советского Союза. Их было там достаточно большое количество. И самым устойчивым в конечном итоге оказался Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, которая в 1936 году поменяла два слова советское социалистическое местами. Так вот, она выдавала паспорта только тем, кто выезжал за рубеж, либо уезжал в другие области. Для всех остальных случаев, все, кто находились в 50-километровой зоне и ее никогда не покидал, никогда паспорта не выдавались ни в Российской империи, ни в РСФСР, ни даже в Советском Союзе. После 1936 года они стали появляться везде. Это было сделано для того, чтобы ставить каждого человека на учет, на баланс государства. То есть сейчас каждый человек стоит на балансе государства, как сход, и начисляется 60 тысяч долларов на каждого человека для баланса. Поэтому, когда присоединили 2,5 миллиона граждан Крыма, их быстренько переписали и поставили на баланс, в чем, соответственно, было плюс к балансу. Вот для чего делается, собственно, пересчет, перечет голов народа-населения. То же самое произошло с домами. Нумерация домов пошла от Марии Антуанетты, которая сказала, хочу знать, сколько у меня домов находится на территории. И дома начали считать. И стали им присваивать числа. Отсюда пошло учет домов. Отсюда мы переняли также учет домов. Это по поводу, почему появились паспорта и учет народа-населения. Ну да. Так вот, дело в том, что только 17 марта 1991 года, во время проведения всесоюзного референдума по сохранению СССР, самого крупного, самого крупного субъекта, впервые народ своим волеизъявлением подтвердил согласие на легализацию этого субъекта права. Таким образом, документом от 21 марта 1991 года Верховный Совет официально подтвердил, что Советский Союз легализован и будет жить дальше. Только вопреки ему, Горбачев, возглавляя БСССР, вместе со всеми участниками этого госсовета, где были все главы республик, отменили все органы власти, отменили все министерства и ведомства и прекратили существование органов власти Советского Союза. Именно в тот момент, когда народ реально стал учредителем собственного государства. Не рабочим скотом, не рабами в этом государстве, а именно собственником, хозяином. И все разбежались, и никто не захотел восстанавливать свое собственное предприятие. Так называемое. Но, скажем, те, кто были внизу, люди далекие от реальной власти, от органов управления, они верили в власти, верили профессионалам, авторитетам, лидерам и так далее, и так далее, что те более компетентные займут, скажем, правильную позицию и вернут все на свое место. Но такого не произошло, и поэтому в 2010 году пришлось, скажем, пойти обратным путем по законам войны и военного времени. Как вы помните, впервые они официально были объявлены у нас 5 марта 46-го года как объявление холодной войны в создании вагонов НАТО Уинственным Черчиллем. Дальше, в 1953 году, как вы знаете, убивают у нас Сталина. Дальше идет изменение всех законов в сторону ухудшения. Идет реальная холодная война. Она идет не путем стрельбы, оружием в боях, как в 1941-1945. Она идет путем подкупа, путем убийства, подмены и так далее, и так далее. Очень многими факторами, с которыми обычный народ вообще никогда не знаком. И таких воин достаточно много. Они профессиональные. Кого травили, скажем, газом, кого травили таблетками, кого продуктами и так далее. Кого убивали преступники, кого спецслужбы. Нет никакой разницы. Самое главное, есть факт такой. И в конечном итоге, последними на защиту официальными лицами, кто встал на защиту Советского Союза, был ГКЧП, который осудили. Но доказать реальную преступную деятельность этого комитета в конечном итоге не смогли. И когда последние генералы, которые оставались и не ломались на следствиях, и заявили, ребята, в чем вы хотите меня обвинить? В измене Родины я не изменял. А вот вы, меня здесь допрашивающие, вы изменили. И, естественно, человека простили, никакого обвинения нет. Его выпустили. Но военное положение ГКЧП никто никогда не снимал. А вот Горбачев Михаил Сергеевич, как Верховный Главнокомандующий 26 декабря 1991 года непосредственно оставил этот пост, как будто уйдя с работы. Ребята, Верховный Главнокомандующий не может покинуть войска в момент войны. И передать ящик с управлением. Да. Управление ядерным чемоданчиком по управлению ядерными силами государства он не имеет права передать никому за пределы собственного государства Советского Союза. Он его передал в другое государство названием РСФСР. Хотя РСФСР это и внутри Советского Союза, но не Советский Союз. Это первое. Второе. По законам Советского Союза, по Конституции, статья 127 там есть два подпункта, которые, они в разных, скажем, версиях, скажем, изменениях Конституции, они имеют разные номера, там от 7 по 10 они менялись. Там сказано, что если президент не может исполнять свои обязанности, то его функции возвращаются к ветвям власти непосредственно, законодательные, исполнительные, судебные. И в течение трех месяцев должен быть выбран новый президент, к которому опять возвращается вся эта власть. Это не было сделано. Из-за этого долго, до 10-го года, никто не делал никаких телодвижений. И только в 10-м году Тараскин Сергей Вячеславович, лейтенант по воинскому званию, берет на себя обязательство возродить органы власти не как президент СССР, а как временно исполняющий для наведения конституционного порядка и для возрождения органов власти. Заявляет это официально в суде в Зеленоградском местном и в конечном итоге дальше по инстанциям доходит до Конституционного суда, у которого запрашивают все документы на территорию, на власть, на суверенитет, на население и так далее. В конечном итоге получает ответ от Зорькина, естественно, через его клерков, о том, что все поставленные вопросы Тараскиным Сергеем Вячеславовичем не относятся к компетенции Конституционного суда. Это значит, что страной реально управляет не Российская Федерация, а другие, соответственно, лица, государства и так далее. И это развязало нам руки, и мы начали с той позиции, с того времени создавать уже органы власти. 18 марта 2010 года Тараскин написал указ о вступлении в должность официально уже, соответственно, подписал еще ряд указов о назначении разных лиц, и с этого момента мы начали активно развиваться. Сегодня уже достаточно большой штат, сегодня уже Российская Федерация знает, что более чем в 50 регионах Российской Федерации есть новые органы власти, они возрождаются, есть новые главы, которых уже уведомили о том, что возрождаются органы власти. Сегодня учрежден, ну не сегодня, чуть раньше, сегодня уже он функционирует, не государственный, а Центральный банк РСФСР, который имеет свое новое название, как бы не новое название, а расширяющее название, уточняющее его, чтобы отличать от Центрального банка Российской Федерации, который перехватил это название, чтобы их между собой не путать, ввели дополнительное название Центральный Республиканский банк РСФСР. И вот здесь Яловацкий Игорь Юрьевич непосредственно вам сейчас это рассказывал только что о тех купюрах, которые предлагаются запустить. Соответственно, пока еще указ на запуск не вышел от имени президента, потому что нужно сначала объяснить, что это такое, как это применять, с какими коэффициентами, создать структуры органов управления, этим механизмом, создать структуры, ну, как минимум, потребительской системы, Центра Союза РСФСР, как минимум, для того, чтобы иметь отоваривание данной валюты непосредственно товароматериальными ценностями, которые были в ходу по ценам Советского Союза. все ценники и все остальное мы в ближайшее время поставим в известном. Все, кто сомневается, что действует Советский Союз, что действует Госбанк, может зайти на сайт Центрального банка Российской Федерации, там есть в меню отдельно подраздел с названием «Курсы валют Госбанка СССР». Это по поводу, что Госбанк работает. Да. Где вы увидите, что 100 рублей сейчас вы можете продать за 57 долларов. Не 100 рублей, а 100 долларов. За 54 рубля. Да, обратно. 100 долларов стоит 54 советских рубля. Можете нам приносить, кто не верит, мы вас и купим. Советские рубли можете подносить, они действительно, они действуют на всей территории Советского Союза, обеспечены всеми материальными ресурсами, а червонцы и выше номиналы обеспечены золотом и драгоценными металлами. До сих пор. Так что, кто говорит, это фантики. Мы принимаем фантики. Мы принимаем национальное освободительное движение, как реку, которая Авгиевы конюшни Российской Федерации вымыт, отмоет и сотрудники НОД в регионах вольются в новое государство, став его опорой и фундаментом. На этой оптимистичной НОДе я думаю, информации более чем достаточно сегодня. Поэтому обращайтесь, пишите, звоните. По скрипту. Купим дорого, да? Нам никто не запрещает на сегодняшний момент купить, оплатить труд нашими расчетными знаками всем 5 миллионам граждан Российской Федерации, которые сегодня в МВД, налоговой инспекции, в служебной системе, в прокурорской системе. Пожалуйста, приходите, мы готовы вас принять на работу. Так, для справочки, если взять курс российского, то есть, советского рубля, объявленного еще Хрущевым, 1 января 61-го года, он был равен 0,98 и так дальше, грамм золота за 1 рубль. Соответственно, вы можете зайти на любой сайт, который торгует золотом, поинтересоваться, сколько стоит он в рублях Российской Федерации. 2670 за 1 грамм. И вот это и есть тот курс пересчетный советского рубля и рубля Российской Федерации. А теперь, чтобы вам было понятно, сколько вы получаете, берете зарплату Российской Федерации делите на этот курс, получаете зарплату в рублях Российской Федерации. А дальше, торжественно, вспоминаем, что минимальная заработная плата в Советском Союзе была 70 рублей. Перемножаете опять-таки на этот курс и получаете зарплату в рублях Российской Федерации. Самую минимальную, ниже которой в Советском Союзе нельзя платить. Должна быть доплата. И пускай те люди, которые это слышат, скажут, что тогда были маленькие зарплаты. То есть, зарплата выходит где-то 20 тысяч рублей минимальная. Какая? 2600, 2600, 2600, 2600, да. и получается свыше 50 тысяч. В общем, деньги немалые. Да. То есть, а дальше, когда вы получите даже эту цифру, 187 тысяч. Да, 187 тысяч Российской Федерации. Так что, приходите, будем оплатить. Поэтому судья сейчас примерно такую сумму получают. Это минимальная сумма. это сумма практически безработного человека. А судья далеко не безработный человек. То есть, у него забрали его зарплату. Отсюда, если он умножит разницу между тем, что он там получал в пересчете на новые деньги и вычтет из них то, что он получает, он поймет, сколько в месяц у него своровали. Дальше умножает на 12 месяцев, на 24 года как минимум. Это сумма, которая ему должно государствовать. Это у нас средняя зарплата это 32 тысячи рублей РФ. Вот это вот. Средняя зарплата 32 тысячи. А тут, как видите, цифра всего 150. Всего 125. Да, И фейк о том, что были маленькие зарплаты, ну, фейк, ложь о том, что маленькие зарплаты были, что 125 знаков это очень маленькие деньги, но это минимальные, да, средние, если у нас средние, то посчитайте. Не 6 тысяч рублей. Сегодня по России у рабочих и у нижнего персонала зарплата и у многих пенсий 12 тысяч. Пересчете на советские рубли это стоимость бутылки водки и максимум бутерброда. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова